Друзья, привет! Сегодня мы с вами говорим о лайфхаках, как улучшить чувствительность клеток к рецепторам инсулина. Есть топовые лайфхаки, которые реально работают. Про инсулинорезистентность у меня был отдельный видеоролик про то, как лечить диабет сахарного типа, второго типа, с доктором обсуждаете. Но я расскажу базовые вещи, которые используют очень многие мои близкие. Сразу скажу, что признаки, которые могут указывать на проблемы, они есть в видеоролике про инсулинорезистентность. А сегодня мы говорим про то, как себя поддержать. Поддержите этот видеоролик лайком и передайте тому, кто действительно ищет поддержку. Лайфхаки, которые использую я и использует вся моя семья. Конечно, в первую очередь навсегда закрыть нужно дверь в кабинет специалиста, который рекомендует простую овсянку на завтрак и перекусы яблочками в течение дня. Это киллер для перепадов сахара. Чем сильнее перепады сахара, тем у мозга больше проблем с когнитивным здоровьем. То есть психическим здоровьем психика зависит напрямую. И добить поджелудочную железу тоже можно. Ведь ей требуется около 4 часов, чтобы перейти в форму после приема пищи. То есть, чтобы вернуть инсулин к базовым значениям, должно пройти 4 часа. В это время мы не едим, чтобы не мешать ей доделывать свою работу. И когда уже можете нормально долго обходиться без еды, к процессу подключается печень, которая вырабатывает гормон глюкогон, позволяющий поддерживать сахар в автономном режиме. Не менее 4 часов и худшая история для печени и для поджелудочной, когда есть избыток калорий и мелкие перекусы. Так, что хочется сказать. Контролировать свои питательные вещества вы должны научиться. Это не та история, ой, в рот залетела, просто так попала. Контрольная, кстати, у некоторых есть даже глюкометр. Многие знают, как реагируют на те или иные продукты. То есть, есть продукты, которые просто задирают инсулин в небеса. Это же так классно, 5 минут подрыгаться, а потом 2 часа лежать от переизбытка. Завтрак с достаточным количеством белка и сложных углеводов. У каждого своя калорийность. Кому-то нужны пара яиц, порция сложных углеводов, клетчатка, ягоды или овощи. Это золотой стандарт. Соки, круассаны, бутерброды с колбасой отменяются. Питаться строго 3-4 раза в день, так вы сможете начать изжигать жир. Между последним приемом пищи и сном не меньше 3 часов, прогулка по 30 минут. Не есть до тяжести, потому что, типа, это важно, восполнить все. Неправда. Умеренность. Должайше контролировать количество углеводов. Лично мой сценарий, как человека с давней инсулино-резистентностью, сейчас вот в ремиссии, слава богу, от 80 до 100 грамм сложных углеводов в день. Это может быть и нут, и гречка, и там ягоды, и овощи. Никаких там, знаете, за разряда килограмм яблок, варенье. Мне, ну, в общем, мы знаем, да, что это не полезно. Но все все знают, просто все все знают. Клетчатка в каждый прием пищи. Лучше с нее начинать. Мне нравятся разные варианты. Я показываю это в коротких видеороликах. Тренироваться или постоянно, или оставаться активным. Это супер важно. Это ваша метаболическая гибкость. И да, при инсулино-резистентности разрушается коллаген. Да, мы все знаем, пить коллаген, не пить. Об этом был видеоролик, я уже отвечаю на ваши вопросы. И вот эти лайфхаки, они действительно работают. И чем больше у человека мышц, тем лучше метаболизируются, грубо говоря, все питательные вещества. Надеюсь, этот короткий видеоролик вам полезен и даст обратную связь. Пока-пока.